В эти же дни в Самарской области подвели итоги форума «Иволгон». Проходил здесь на протяжении 10 дней. С какими результатами вернулись домой ребята из Чуваши, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Проект студента ЧГУ Романа Васильева заслужил высокие оценки экспертов. Молодой человек придумал, как обучать школьников нормам избирательного права и основам российского законодательства. Это возможно сделать в форме увлекательной игры. Реализовать свои планы Роман сможет в ближайшее время. И в Самарской области он возвращается с победой. На первом этапе мы набрали 100 баллов из 100, а потом прошли уже федеральный этап. Мы будем реализовывать проект в шести субъектах Привозского федерального округа. И для того, чтобы провести игру, нам нужна минимальная раздатка, это блокноты и благодарности для участников. В ближайшие годы свой проект рассчитывает реализовать и Наталья Перепелкина. Как и в советские времена, девушка планирует заняться сбором и переработкой макулатуры. О будущем открыть небольшой завод. Начинающий предприниматель говорит, это поможет решить экологические проблемы. Я хочу вернуть частичку СССР в наше время, потому что сейчас это все пропало. Но мы хотим не то, чтобы люди нам приносили, а мы будем сами приезжать и забирать. Будет перерабатываться также с помощью воды и различной специальной химии, которая будет в последующем чистая такая же белая бумага. То есть это экономит 1 тонн макулатуры, экономит 10 деревьев, 1000 киловатт энергии и около 200 тонн воды. Всего же на Иволге свои проекты презентовали более 80 студентов из Чувашской республики. В этом году на форуме работало 9 смен. Ребята обучали азам предпринимательству, актерскому мастерству, журналистике, навыкам самообороны и не только. Организаторы подготовили насыщенную образовательную программу. По вечерам для участников Иволги устраивали концерты и мастер-классы. На форуме Иволга я в первый раз. Мне здесь очень нравится, очень хорошая обстановка. Очень нравится, что мы можем знакомиться с другими регионами Приволжского федерального округа. То есть не только между собой в Чувашии, но и с Татарской республикой, с Башкирской и так далее. Очень много друзей появилось здесь. Многие участники форума называют этот лагерь не иначе, как городом, и это неспроста. Больше, чем на неделю здесь, в чистом поле, у Мострыковских озер выросли кафе, ночные клубы и даже собственный полицейский участок. В качестве документов местным жителям. Это в населенном пункте выдают вот такие бейджи и появляться на улице. Без них запрещено местными законами. Жизнь в палаточном городе бурлила постоянно. Впервые на форуме прошел фестиваль молодежных театров и чемпионат по беспилотным летательным аппаратам. На выставке инноваций участникам «Иволги» презентовали роботов и макеты космических кораблей. Такие инновации были введены в этом году и, мне кажется, они нашли и поддержку у ребят, прежде всего. Очень много было гостей, которые делились с ребятами своими знаниями, своими уже профессиональными достижениями. Только вот 10 героев Советского Союза, героев России поучаствовали в работе молодежного форума. В этом году грантовый фонд форума превысил 11 миллионов рублей. Денежной поддержке удостоились более 50 проектов. Призерами «Иволги» стали и 4 члена чувашской делегации. Одержать победу в этом форуме задача непростая. Идею участников оценивали члены экспертного совета. В преддверии «Иволги» же у нас проходит Молгород. И на базе Молгорода все эти инициативы еще обкатываются. Поэтому все проекты, которые здесь представлены, они заслужат внимания. Кто-то победит, кто-то не победит. Это уже вторая история. Но важно, что эти проекты у молодежи есть, и они притворяются жизнью. Уровень образовательных программ, он растет. И «Иволги» является примером того, как действительно образовательные программы на таких площадках должны строиться. Сегодня мы видим впервые, по крайней мере в федеральной составляющей грантов, идет очная защита проектов и оценка их на самом высоком уровне. Поддержку окажут всем финалистам «Иволги». Как поощрить ребят в ближайшее время решат в Министерстве образования Республики. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика, Исамарская область. Сегодня состоялось заседание общественной палаты Чувашии в новом составе. Он будет исполнять свои обязанности следующие три года. Работа предыдущего состава была высоко оценена исполняющим обязанности главы Чувашии Михаилом Гнатьевым. Он отметил, несмотря на то, что общественная палата представляет собой независимый институт общества, между ней и органами власти всегда складывалось эффективное сотрудничество и взаимодействие. Главным вопросом в повестке заседания стали выборы нового председателя. Им стал Алексей Алексеевич Судлинков, директор Чебоксарского электромеханического колледжа. Он также входил и в предыдущий состав палаты. Решение было принято единогласно.